Неуправляемая авиационная ракета С-5У. Новый вариант старого изделия. Неуправляемая ракета С-5У на выставке «Армия-2019». Фото. В номенклатуре отечественных авиационных средств поражения особое место занимают неуправляемые ракеты «Воздух-Земля» разных типов. Наиболее массовой в свое время стала ракета С-5, однако по своим характеристикам она серьезно уступала другим образцам. В этом году был представлен вариант глубокой модернизации такого изделия под названием С-5У. Обновленная ракета сохраняет минимум черт базового оружия и за счет этого приобретает новые возможности. Необходимость модернизации. Неуправляемая авиационная ракета «Нар-С-5» базовой версии поступила на вооружение еще в 1955 году. Ракета калибра 57 мм с длиной 880 мм и массой около 3,8 кг летела на 1,5-1,8 км и доставляла к цели боевую часть весом в сотни граммов. В дальнейшем неоднократно выполнялась ее модернизация, а также создавались новые модификации с теми или иными отличиями. Во время войны в Афганистане выяснилось, что эффективность С-5 недостаточно для такого ТВД. Легкие осколки БЧС охраняли убойное действие на расстоянии не более нескольких метров и порой не могли пробить стены глинобитных сооружений. Также известны рассказы разной степени достоверности о ватных халатах маджахедов, защищавших от осколков на излете. Еще во время афганской войны С-5 перестала быть основной «Нар» советской авиации и уступила свое место более эффективному оружию большего калибра. Затем в 1990 году ракеты семейства С-5 сняли с производства. На складах оставался немалый запас такого оружия, но его пополнение уже не планировалось. Стенд Института прикладной физики. Фото. Extra true. С-5 можно рассматривать как модернизацию старой «Нар», но фактически речь идет о полностью новом изделии в старом форм-факторе. При сохранении габаритов и массы используются другие компоненты, а также заметно изменена архитектура. В частности, вместо старого перьевого стабилизатора использованы изогнутые детали, допускай лежащие на корпусе. Кроме того, новая ракета стала длиннее – 1090 мм, и тяжелее – 6 кг. В цилиндрическом корпусе диаметром 57 мм с конической головной частью последовательно размещаются боеголовка комбинированного действия и твердотопливный двигатель. Сопло выведено на хвостовой срез корпуса. Рядом с ним находятся раскладные стабилизаторы. Конструкция стабилизаторов, по данным разработчика, повышает точность стрельбы. На ракетах семейства С-5 использовались двигатели с зарядом баллистита. В проекте С-5 уприменено современное смесивое и твердое топливо. За счет этого удалось вдвое увеличить соотношение энергии газов и массы двигателя. Заряд двигателя стал меньше и легче, но обеспечивает высокую тягу и позволяет выполнять стрельби на дальности до 3-4 км. Рост характеристик двигателя позволил увеличить и усилить боевую часть. Нар-С-5 У получила универсальную БЧ с тремя поражающими факторами. При этом самоизделие выполнено в виде единого блока с несколькими составляющими. Обеспечивается кумулятивное, осколочно-фугасное и зажигательное воздействие. БЧ выполнено на основе заряда взрывчатки массой 800 граммов. Ракеты С-5 и пусковые блоки. В качестве положительной особенности проекта в первую очередь нужно отметить основный подход, применявшийся при его разработке. В отличие от предыдущих вариантов модернизации С-5, новый не предусматривает сохранение основных деталей ракеты. Корпус, стабилизатор, двигатели БЧ разработаны заново, но в заданных габаритах. Такой подход позволил избавиться от ряда ограничений, мешавших развитию конструкции. К очевидным плюсам приводит применение новых компонентов, построенных по современным технологиям. Лучше всего это проявляется в случае с двигателем, получившим заряд смесевого топлива. Получившаяся силовая установка легче и компактнее, но показывает более высокие характеристики. С-5 укомплектуется БЧ с тремя поражающими факторами. Ряд старых модификаций С-5 оснащался кумулятивными и кумулятивно-осколочными боезарядами. По бронепробиваемости БЧ изделия С-5 не превосходит более старые изделия, но имеет преимущество в количестве осколков, а также отличается наличием зажигательного действия. Таким образом, можно ожидать заметный рост боевой эффективности по широкому кругу целей. В то же время, проект модернизации 57 мм неуправляемой ракеты может оказаться нецелесообразным. С-5 у действительно может показывать повышенные характеристики и в этом отношении опережать более старые варианты С-5. Однако даже при помощи новых технических решений она не в состоянии на равных конкурировать с 80 мм на линейке С-8. Старт ракеты С-5 старого типа Фото Российские ВКС могут заинтересоваться новым оружием, но это не гарантируется. Еще по опыту афганской войны основной нар нашей авиации стала С-8, показывающая достаточные характеристики. Возвращение к менее эффективным 57 мм системам может быть нецелесообразным. Вне зависимости от мнения ВКС, изделий С-5 следует продвигать на международном рынке. Нарс-семейства С-5 остаются на вооружении многих стран, которые по-прежнему считают их удобным и эффективным оружием. Эти государства могут заинтересоваться новейшим проектом и заказать подобное вооружение. Более того, уже отмечается реальный интерес со стороны зарубежного заказчика. Ранее ИП сообщал, что ракетой С-5 заинтересовалось Министерство обороны Болгарии. Эта страна до сих пор производит по лицензии, эксплуатирует и продает на РС-5. В связи с этим проект модернизации не мог остаться незамеченным. Во что выльется интерес Минобороны Болгарии пока до конца не ясно. Возможно появление договора на поставку готовых изделий или покупка лицензии. Об интересе других зарубежных государств пока не сообщалось. Впрочем, такие новости могут появиться в любой момент. Советские, российские и НАР активно поставлялись зарубежным странам, и любая из них может пожелать обновить свои арсеналы. Перспективы проекта. Таким образом, неуправляемая авиационная ракета С-5У пока имеет неоднозначные перспективы. С технической точки зрения она имеет ряд преимуществ и превосходит своих предшественников. Одновременно с этим по всем основным параметрам ракета уступает оружие других типов. Как следствие, потенциальному заказчику нужно внимательно изучить возможности НАР разных типов и решить, нужна ли ему модернизированная универсальная С-5У. Ракету этого типа впервые показали всего несколько месяцев назад, и возможные покупатели еще могли не определиться со своим мнением. Станет ли она темой договоров на поставку, и кто закажет такое оружие покажет время. Пока же С-5У выглядит весьма любопытным образцом не без реального будущего. Продолжение следует...